Ситуация в США остается главным драйвером движения котировок на мировых торговых площадках. Помимо развития событий в банковском секторе, трейдеры учитывают и публикации макроэкономических данных, в которых содержатся признаки неизбежной рецессии. Промышленное производство в США упало на 0,2% после того, как ждали замедления темпов его роста до 0,2%. Более того, предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону – с 0,8% до 0,5%. Все это, конечно же, негативно сказалось на положении доллара, который продолжил терять свои позиции. В итоге фунту удалось вернуться к тем значениям, на которых находился до сообщений о положении дел в Credit Suisse, но неразрешенность данной ситуации сдерживала единую европейскую валюту, которая хоть и росла, но не смогла отыграть все свои потери. Лишь в выходные стало известно о том, что UBS покупает Credit Suisse и тем самым вроде как получилось купировать докатившийся до Европы банковский кризис. И учитывая, что сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, инвесторы будут отыгрывать эту новость, тем самым создавая предпосылки для роста единой европейской валюты. Но она будет лишь догонять фунт. И мы видим, как евро по отношению к доллару США практически полностью восстановила свою стоимость после обвала, который произошел 15 марта. В качестве опоры выступает зона уровня поддержки 1,0500, в районе которой наблюдается постепенное увеличение объема длинных позиций. В текущей ситуации стабильное удержание цены выше уровня 1,0700 в перспективе может способствовать росту объема длинных позиций. Это, в свою очередь, может привести к изменению торговых интересов в пользу евро. Что касается альтернативного сценария, стоит отметить, что котировка уже на протяжении месяца колеблется в пределах диапазона 1,0550 – 1,0700, временно отклоняясь от него. Таким образом, не стоит исключать возможность продолжения движения в рамках существующего флета. И что касаемо британской валюты, то фунт стеллингов по отношению к доллару завершил прошлую неделю ростом. В результате котировка приблизилась к локальному максимуму восходящего цикла, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к покупкам фунта. Можно предположить, что стабильное удержание цены выше уровня 1,2200 укрепит длинные позиции на рынке, что, в принципе, откроет путь к 1,2300. Однако, если же цена вернется ниже отметки 1,2100, это может привести к новому движению в направлении психологического уровня 1,2200. Пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся через пару часов, я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!